Привет, друзья! Рад вас видеть у себя в гостях на канале. Меня зовут Виталий. Сегодня наша тема о богатстве, которую я расскажу вам благодаря Энтони Робинсу. Такой большой человек, большой мастер в теме успеха, саморазвития и так далее. На него очень много ссылок, интересных, у него познавательных видео имеется на ютубе, в русскоязычном сегменте. Есть переводы, есть субтитры видеоролики. И сегодня меня вдохновил на этот ролик, его выступление о богатстве. Как быть богатым сейчас? Благодаря вот этому видеоролику, который вы можете посмотреть по ссылке, я немножко углубился в тему богатства. Потому что эта тема непосредственным образом имеет отношение к успеху. И в этом видеоролике, который вырван из контекста какого-то выступления, где Энтони Робинс отвечает на вопрос из зала, отвечает на него и рассказывает о том, как быть богатым. И иллюстрирует это выступление, эту тему богатства с помощью притчи. Эта притча очень простая и глубокий смысл в ней имеется. И здесь мы из этой притчи можем сделать такой большой-большой вывод о том, что в первых словах Энтони Робинса вывод о богатстве. То есть наша тема сегодня богатство. То есть богатство. Богатство по вот этой методике, скажем так, по этой притче. Мы видим в этой притче, что богатство это наша, в общем-то, игра. Это игра. Игра, которая происходит где? Происходит в нашем воображении. Воображение. Итак, друзья, у нашего монаха не имеет никаких он границ в своем сознании. У него сознание полностью открыто. Он может свободно передвигаться по государствам, по городам и так далее. Общаться с людьми, рассказывать им свою философию, свои учения, нести им добро, свет и любовь. И люди взамен ему отдают кров, пищу и так далее. И он свободно передвигается. И эта лампа несет свою прямую функцию, освещает ему путь. Только эта лампа попадает в руки человека, который имеет границы. У короля обычно вот такие границы. Вот, видите. Король всегда находится в рамочке. И портреты короля все в рамочке. И король находится в рамках своего королевства. Как только эта лампа попала в руки человека, имеющего границы сознания, она находит огромное-огромное поле для своей деятельности. И фактически не король владеет лампой, а лампа владеет королем. Потому что она начинает овладевать границами его сознания. Фактически его сознание полностью замещается воображением. То есть он начинает воображать, чего он еще может достичь с помощью этой лампы. Или фактически с помощью своего воображения. И границ, куда можно теперь пойти в этих границах, расти воображение. Оно может расти вверх, скажем, да. Вот такой куб может быть расти. И такие уровни, уровни выше, 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 выше. И фактически наш король становится еще более бедным, еще более несчастным, чем был он до этого. Потому что в этом воображении у него образуются уровни. Уровни бедности или уровни богатства. Уровни на букву Б, скажем, да. Какие-то. То есть он строит там себе такую башню какую-то. В этом воображении он строит башню какого-то своего процветания. И он понимает, что он очень беден. Ему лампа рассказывает о том, что ты бедный. Потому что тебе есть к чему стремиться. У тебя еще много уровней. Ты не богатый, оказывается, на самом деле. В отличие от монаха, который богат. Богат его в сознании безграничено. Здесь сознание ограничено. И когда попадает в руки такая лампа воображения, которая расширяет воображение, она начинает выстраивать это воображение в определенных границах вашего сознания. Поэтому в такую игру попадает наш король. Игру со своего воображения. Данная лампа, мы будем ее как бы рассматривать и считать, что это инструмент масштабирования. И в этом случае, и в этом случае, она инструмент масштабирования. В случае с монахом, она помогает ему создавать границы сознания. Исчезли, чтобы они вспомнили света. То есть она просто прямой свою функцию исполняет. Она освещает ему путь. Она показывает ему, иди. Он идет, не ставит перед собой никакой границы. Никакой стены перед собой не ставит. Когда она встречается с королем, эта лампа, у нее возникает другая большая функция. Она находит свое назначение, захватывает такую власть над королем, его воображение. И она начинает с ним общаться, с этим королем. И у человека такая игра происходит воображение. Уровни игры. Она масштабирует у короля уровень его богатства. Масштабирует. Вот, говорит, твой масштаб. Ты еще больше можешь расти. Ты еще больше. Ты великий король и так далее. У тебя много женщин может быть. У тебя много золота, дворцов и так далее. Масштабируйся. У тебя есть куда расти, говорит она ему. Есть куда расти. Стремись к этому росту, к этому богатству. На самом деле это становится такой игрой. Игрой вашего воображения. Но я там поставил комментарий к этому видео Энтони Робинса. И написал, что Энтони Робинс как бы не совсем прочувствовал эту притчу. И монах здесь, монах здесь достаточно легко освободился от этой лампы, которую он таскал с собой. И была для него проблема эта лампа. От нее избавиться. И он от нее избавился с помощью такой завышенной цены. Эта лампа. Он сказал, что она ему дорогая. Что она ему имеет какую-то ценность. И король возгорел со страстью своей власти. И забрал эту лампу. И начал с ней общение. А наш монах стал намного богаче без этой лампы. Еще богаче стал. А король стал беднее с этой лампой. Поэтому он растранжирит свое богатство. Имеющееся сейчас у него на те воображаемые уровни, которые в его сознании создала эта лампа. И король станет беднее. Монах стал богаче. Теперь в его распоряжении все королевство. Понимаете. Король там озабочен с этой лампой отношениями. Монах может спокойно ходить по королевству. По одному, по второму, по третьему. Общаться с людьми. Рассказывать им свое философию, свое учение. Помогать им становиться счастливее. Счастливее без всякого богатства. То есть для Энтони Робинса ответ на вопрос. Что такое богатство и как быть богатым. Это два разных понятия. Человек может быть богатым, не имея финансовой независимости. Также может быть богатым. И человек может иметь финансовую независимость, но при этом он может быть бедным. Понятие богатства. Как оно влияет на наше состояние успеха. Почему? Когда мы задумываемся о богатстве, наш успех проваливается. Мы попадаем в яму. Есть такая тема ямы. Ее по-разному рисуют. Ну, вы поняли. Яма такая. То есть ты поднялся на какую-то горку, потом рухнул и так далее. То есть там присутствует тема богатства. Как только вы поднялись и ощутили себя богатым, то вы, безусловно, повалитесь в яму. И для меня эта тема, благодаря Энтони Роббинсу, открылась с другой стороны, более глубокой. На фоне вот этой притчи, которую он рассказывает в этом видеоролике. Посмотрите его по ссылке там внизу. Притча о монахе и короле. И между ними имеется такая лампа, которая, лампа желаний. Вот именно желаний. Когда вы поднимаетесь на горе, на гору поднялись, на вершину какого-то успеха, вы поставили перед собой цель, вы ее достигли до цели. И ощутили, что вы достигли успеха. Вы почувствовали себя богатым. Что такое богатство? Это богатство, это некоторые измеряемые категории. Измеряемые категории. Когда мы пишем, я хочу быть богатым, я ставлю перед собой цель заработать там 100 тысяч долларов, или 10 тысяч рублей, или 50 тысяч рублей, или любую сумму измеряемую. Потому что когда мы движемся к цели, мы ставим себе измеряемые параметры. Эти параметры потом уже нас накрывают. накрывают, башки нам дают. Когда мы их достигаем, измеряемые параметры, они становятся границами нашими. Границами нашего воображения. Границами нашего сознания. И, соответственно, воображение начинает в этих границах разбухать. Понимаете, разбухать. Ты начинаешь думать, вау, так я способен на большее. Я на большее способен. И твое воображение начинает как тесто на дрожжях переть, вываливаться, убегать. Соответственно, ты испечешь не тот хлеб, который надо, не те булки, у тебя получится с такого теста. Потому что ты излишне себя вообразил. И когда залез на эту гору, вообразил, попал в рамки ограниченного сознания. И в этом ограниченном сознании сразу заработала лампа умножения желания твоего. Ты сказал, так, нет, у меня теперь такая машина есть. Я хочу теперь следующую машину. Так, у меня вот есть квартира. Я хочу еще квартиру. Я хочу еще дом. У меня жена. Я хочу еще одну женщину. И так далее. Ты постоянно начинаешь попадать в рамки ограниченного сознания. Вот это, на такой волне. Ты попал на волну этого успеха. И попал, конечно, в ограниченное сознание. Как только ты там попал, у тебя начинает твое воображение вот этой лампочкой, лампочкой вот этой управляться, внутренней такой лампочкой, которая начинает тебе там пульсировать и говорит, нет, вон, посмотри, есть люди, которые лучше тебя живут еще, давай к этому стремись. Вот это вот достоин. Вот это вот достоин. И так далее. И в результате ты скатываешься вниз, обратно. То есть ты попадаешь в такую яму. То есть ты же сделал, ограничил, попал в яму воображения. И туда, значит, свалился. И потом говорят, ага, вот она, яма. Вот она, яма. Давайте теперь из этой ямы будем выбираться. И так далее. Это яма богатства. Богатства, в которое попадают все люди, которые стремятся к успеху. Потому что мы не можем, и мы не можем стать монахом. Понимаете, в чем проблема? То есть наша задача, когда достиг успеха, вот кем надо стать. Монахом. Пойти людям все рассказать, объяснить, как достиг этого успеха. Правильно? Объяснить и поделиться с ними радостью. То есть отдать им что-то, какую-то часть отдать. Но этого никто не делает. Люди, люди что делают? Они присваивают себе богатство. Они становятся королями внутри своего маленького королевства. И вот это королевство ограничивается. Сознание, сознание ограничивается это королевство. И, соответственно, начинается падение, внутреннее падение на уровень бедности. То есть ты становишься опять бедным в этом сознании, в ограниченном. И опять бедный, потому что другие люди будут богаче, и так далее. А надо двигаться постоянно вверх. Вверх надо двигаться. Видите, он идет спокойненько. Постоянно двигается куда хочет. Вверх двигается, вниз двигается, в сознании своем. У него сознание неограниченное. Как обрести такое сознание? Неограниченное сознание. То есть неограниченное сознание успешного человека. Такая проблема существует у успешных людей. То есть вы успешные люди достигаете успеха и попадаете в эту яму. Что вы делаете тогда? Вы идете, демонстрируете свой успех. Вы демонстрируете свои автомобили. Вы занимаетесь там продвижением своих видеороликов на канале. И так далее. То есть вы хотите, чтобы мы, люди, находящиеся в этом состоянии открытого сознания, создали себе такие же рамки, как посмотрели на вас и подумали, «Нет, я плохо живу, я бедный. Смотрите, какой богатый парень снимает видеоролики, елки-плаки. Вот так я хочу жить, наверное, да? И ты мне внушаешь, что я должен стать королем. Да не хочу я быть королем, я хочу быть монахом. Ты успешный человек. Что мне делать? Он мне внушает, что я бедный. Потому что ему там одиноко одному. Одиноко в своей бедности, в этой яме. И он начинает транслировать на общество, на общество, на людей, окружающих, вот эту такую ограниченного сознания модель. Чтобы много людей попало в эту модель, пирамиды или башни, там, неважно какую, как ее нарисовать, эту штуку нарисовать, вот такую там, вот такую нарисовать. Вот так, полно этих рисунков, этих пирамид, что там снизу, сверху, сверху, снизу, кругом люди, и все эти люди богатые, успешные, эти работают, эти не работают и так далее. Ну, у всех-то, людей чувствуют одинаковые, эмоции вы испытываете одинаковые, никакой разницы нет. Богатый ты сегодня, в каком-то состоянии находишься, а завтра ты проснулся, ты опять бедный. Потому что ты опять умножаешь свои желания, умножаешь свои, говоришь, нет, я еще чего-нибудь могу достичь. И так далее. А как ты можешь это достичь? С помощью чего? С помощью этого монаха. Забери у него чего-нибудь, последнюю лампу забери, лампу умножения желаний. И желай по ним пошли. То есть я сегодня хотел сказать о том, что богатство, это понятие и термин богатство, это понятие игры, игры наше воображение. Чтобы вот в эти рамки, вот такой портрет себе не создавать. Не создавать такой портрет себе, не вешать его на стенку, не попадать в эти рамки ограниченного сознания. Иначе у тебя будет проблема с твоими желаниями. Ты будешь их умножать, они будут умножаться, умножаться, и, как бы, как сказать, мотор может не выдержать. Много людей, королей гибнут, да, и так далее. А монах будет идти, он будет жить, сто лет будет жить монаху, потому что он, его сознание свободно, абсолютно, нет никаких рамок для него. Итак, друзья, сегодня я такой, такой у меня эмоциональный ролик, потому что меня это самое бомбануло, когда я посмотрел Тони Робинса видеоролик о богатстве. И я сначала на слух не понял, о чем там идет речь в Уки-Палке, о каком таком состоянии богатства сейчас, как я могу быть богатым сейчас. А он говорит о том, что это разделяйтесь, вот так существуете, как монах существуете, рассказывайте о своем успехе, делитесь с людьми, и тогда у вас будет финансовая независимость, будет у вас финансовая независимость. Но при этом не надо быть королем, в королевстве каком-то, понимаете, не надо ограничить свое сознание, надо все время его расширять. А чтобы расширять, надо дальше там тема, следующая, расширение сознания, я вам когда-нибудь ее расскажу еще раз. Итак, друзья, сегодня была тема такая быстрая, про богатство, про эту яму, как вы в нее попадаете, успешные люди, как потом вы из нее вылазите. И эту тему, главное, разжевывают постоянно везде, говорят, нет, это яма, вы обязательно в нее попадете, либо вы вниз уйдете, либо вверх. Я вот сколько роликов насмотрелся уже, там, мотивационных, и всяких методик, там, инфобизнесменов, что в эту яму попадешь, потом вылазим, и типа, можно вылезти из нее, и так далее. Вот ты в эту яму попадаешь, только в одном случае, если ты вообразил себя королем, если ты попал в ограниченное сознание, ограниченное сознание, то есть ты термился в какой-то вершине, и ты залез на нее, и все, ты ограничивай себя. Надо оттуда спускаться, самому залез, покатался, с горки скатился, вот сюда спустился, все отдал людям, и опять поднимайся. А король-то этот король, он помер, елки-палки, пропал, он заперся в этой с этой лампой в комнате, и она его масштабировала, масштабировала его желание, в конце концов, он лопнул там внутри себя, умер от голода, а этот человек масштабирует свое желание, с помощью этой же лампы, простое желание двигаться вперед, освещать свой путь, и идти своим путем. Поэтому, ребята, вам всех благ, будьте богатые и счастливы, сейчас, сейчас богатые и счастливы, отдавайте, отдавайте свой талант, размножайте вот этот талант, умножайте, а не желание, не желание быть богатым, не надо эти измеряемые параметры богатства, превращать в икону какую-то, это не икона, это ограничение вашего сознания, это ваше королевство, в котором вы потом найдете свою гибель, потому что все короли, в конечном итоге, гибнут в своем королевстве. Всем пока, подписывайтесь, лайкайте, с вами был я, Виталий, и Тони, Тони, Тони Робинс, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok